Всем привет, с вами MSReview и это 31 выпуск дайджеста про Microsoft. Итак, в этом выпуске. Обновление интерфейса Windows 10, нововведение DirectX 12 Ultimate, обновление браузера Microsoft Edge и многое другое. Поехали! Разработка апдейтов для Windows 10 идет довольно медленно, при этом создаются также и другие вариации системы по типу Windows 10X. Недавно компания объявила об одном миллиарде активных пользователей Windows 10. К этой цели компания шла почти 5 лет. И чтобы отпраздновать это событие, Microsoft в лице Пана Сапаная продемонстрировала новый пользовательский интерфейс Windows 10. В инстаграме был показан лишь тизер обновленного интерфейса с низким разрешением, но отдельные элементы можно рассмотреть. Первое, что бросается в глаза, это обновленное лого. У него появился некий градиент, хотя возможно это его просто так сделали для ролика. Хотя, если вспомнить Windows 10X, то там логотип Windows тоже с некими оттенками синего. Экран блокировки смотрится немного по-другому, благодаря более жирному шрифту. Далее компания демонстрирует новое меню пуск, и оно не такое, как в предыдущей версии OS Windows 10X, а практически такое же, как и в обычной версии Windows 10. Значки приложений полностью переработаны. Иконки теперь более объемные и имеют несколько цветов сразу. Нет больше этого однотонного минимализма. Фон значков теперь имеет тот же цвет, что и сама система. И все они одинаковые и имеют полупрозрачный вид. Сами иконки стали слегка больше, как и сами плитки, но при этом какая-либо динамическая информация отсутствует, кроме, наверное, плиток с погодой или с фотографиями. В принципе, почти то же самое, что и сейчас. Плитки подстраиваются под текущую тему. Если тема темная, то и плитки соответствующего цвета. Если тема светлая, то и плитки белые. Больше не будет такого, что одни плитки одного цвета, а другие другого. При этом меню пуск вместе с панелью задач можно будет задать абсолютно разный цвет, как показано на текущем официальном концепте от Microsoft. В принципе, и сейчас можно так сделать, но только при использовании темной темы. Меню пуск по умолчанию станет больше, при этом информации помещаться будет столько же. Также изменятся и другие функции системы. К примеру, курсор можно будет сделать гораздо больше, чем это можно сделать сейчас на данный момент. Плюс добавятся различные их цветовые вариации. Еще компания показала некое обновленное ПКМ меню, которое рано или поздно точно появится в Windows 10. Также здесь можно увидеть взаимодействие со вкладками. Возможно, это реинкарнация функций Sets Windows 10. Обновление коснется и других функций системы, той же доски и фрагмента экрана, точнее их пункта меню. Был продемонстрирован новый проводник, который мы могли лицезреть в новых сборках Windows 10 и Windows 10X в частности. Но на концепте не только файлы OneDrive доступны. Прилипание окон теперь работает не только на половину экрана, но и на четверть по вертикали. Пока это все, что известно. К сожалению, качество пока не самое лучшее, но Microsoft пока работает над чем-то похожим. Не стоит надеяться, что все в точности так и будет. Это пока рабочий концепт, хоть и официальный. Microsoft иногда демонстрирует свое видение системы, но в действительности не всегда она получается такой, как ее нарисовали дизайнеры. Банально, при эксплуатации что-то может не работать так, как задумано. Поэтому и финальный вариант может сильно отличаться от текущей демонстрации. Скорее всего, в течение последующих нескольких лет мы увидим такую реализацию интерфейса. Вряд ли это произойдет раньше. Увы. Microsoft заявила, что с мая приостанавливает выпуск дополнительных обновлений для Windows 10. В конце месяцев компания выпускала необязательные обновления для пользователей Windows 10, которые не связаны с безопасностью ОС. Так как сейчас очень много людей сидят дома и используют ПК как для работы, так и для развлечений, компания ограничила выпуск обновлений. При этом эти не вышедшие обновления войдут в обязательные накопительные обновления каждого второго вторника месяца. Видимо, Microsoft понимает, что из-за обновлений стабильность ОС может быть нарушена. Поэтому и ограничила выпуск умулятивных патчей. Но что касается крупномасштабных обновлений, пока не ясно. Предварительно ожидается, что Windows 10 версии 2004 появится уже в апреле-майе этого года. При этом пользователи только вручную смогут его установить. Но кто его знает, возможно из-за ситуации в области здравоохранения, в частности коронавируса, выпуск крупномасштабного обновления перенесут на осень, вместе со всеми вышедшими патчами. Но это лишь предположение. Microsoft представила официальные спецификации консоли Xbox Series X, о которой мы уже говорили и так в каждом выпуске. Консоль раздали уже блогерам и неким авторитетным изданиям, которые выпустили свои обзоры на неё. В принципе, всё то, что мы говорили и раньше, оказалось правдой. Консоль обладает 8-ядерным 16-поточным процессором, графическим чипом RDNA 2 мощностью 12 RAVLOPS, 16 ГБ оперативной памяти стандарта GDR6, а также SSD-накопителем в 1 ТБ. Sony тоже не стала стоять на месте и сделала свой анонс. Консоль получилась практически такой же, но графическая мощность уступает новому Xbox и составляет 10 ТБ, при этом у консоли сверхбыстрый SSD, объёмом 825 ГБ. Цены устройств пока неизвестны. Но это не всё. Помимо анонса новой консоли от Microsoft, было представлено обновление API DirectX 12 под названием DirectX 12 Ultimate, в которое входит DirectX Ray Tracing 1.1. Это обновление текущей версии трассировки лучей. Variable Rideshading – это технология по затенению периферийных объектов на экране, что даёт увеличение производительности. Mesh Shaders – это конвейер геометрии, при этом для построения той самой геометрии используется GPU. И Sampler Feedback – это технология по уменьшению задержки и загрузки игр. И это даже не всё, так как с момента релиза DirectX 12 в 2015 году очень многое изменилось. К примеру, появилась поддержка DirectML. По сути, это тоже DLSS, только реализовано на уровне API. Или та же интеграция физического движка Havoc в DirectX 12. Все новые функции DirectX 12 Ultimate поддерживают только видеокарты RTX 2000 серии и грядущая консоль Xbox Series X с R-DNA 2. И непонятно, почему Microsoft не именует новой API, как DirectX 13, так как нововведений здесь была масса. Хотя и некоторые нововведения и будут поддерживать карты рангом пониже. Кстати, Windows 10 20 H1 будет полностью поддерживать DirectX 12 Ultimate. Помимо 20 H1, компания активно занимается разработкой и обновлением 20 H2. Во-первых, стоит отметить, что программу Windows Insider возглавил новый человек. И вместо Доны Саркар теперь на посту главы будет Аманда Лонговский, которая работает в Microsoft вот уже 20 лет. Если говорить про изменения Windows 10 20 H2, то в самих новых инцидентрских сборках Windows 10 есть обновления для планшетного режима, приложения «Ваш телефон», новые иконки, а также новый проводник, который сейчас поддерживает только файлы облачного хранилища OneDrive. Изменений в новых сборках не так уж и много, но со временем постараюсь сделать обзор на новые сборки. Если вам вдруг не нравится новый модерновый Skype, то можете порадоваться, ведь Microsoft стала распространять через Microsoft Store именно классическую версию Skype, построенного на Electron, а не на React Native. Примерно полтора года назад Microsoft перевела Skype на UWP и теперь, видимо, хочет от неё отказаться. Настольный Skype не обладает некоторыми функциями, в том числе пуш-уведомлениями, синхронизация с Outlook и прочее, плюс нет поддержки Fluent Design. В начале Edge перевели к стандарту Win32, а теперь и превью-версию Skype. Кто же следующий? Ренмандцы готовят новую версию Microsoft Edge. Стоит отметить, что готовится новая функция Password Monitor, которая предназначена для сверки логинов и паролей базы данных аккаунтов Microsoft. То есть, если будут совпадения паролей с другой учетной записью Microsoft, то браузер вас об этом уведомит. Другая функция, которая ожидается, это вертикальные вкладки. Бывает такое, что вы открыли очень много горизонтальных вкладок, и навигация по ним получается затруднённой. С помощью вертикальных вкладок вы можете все их предварительно видеть у себя браузере слева и при необходимости проскролить вниз. Если не все вкладки видны. Также готовится функция интеллектуального копирования информации. К примеру, вы копируете текст или таблицу, и при вставке в почту оригинальное форматирование теряется. А вот новая функция призвана решить эту проблему. Данные функции появятся в течение года в браузере Edge. При этом стоит отметить, что в апреле браузер Edge на Chromium будет автоматически распространяться через центр обновления Windows. Специально для тех, кто его до сих пор не установил, который в свою очередь также заменит и текущий браузер на Edge HTML. На этом всё. Если понравился ролик, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, кликнуть на колокольчик и оставить свой комментарий по поводу данного дайджеста. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ВК-чат, Дискорд, Телеграм и подписывайтесь на Яндекс.Зен. Все ссылочки в описании. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok